Редактор субтитров А.Семкин Физия процедуры, психологичная допомога, прогулки на свежем поветре. Пациенты после перенесенного COVID-19 проходят стационарную реабилитацию. Решение примать батькам, оздоровленное лагерь для школьников открыться в середине червеня. А зараз об этом и иншим больше подробностям. Сегодня у Гомеля обрали членов областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь. Суместное поседжение президиума областного совета депутатов Яблова Конкама вялось в режиме промой видеотрансляции. Отсутность на поседжение представников политических партий, громадских объединений, прасовных коллективов и сродков массовой информации предугледжена постановой Центральной комиссии Республики Беларусь по выборах и проведении республиканских референдумов. Такое решение отлумачивается эпидемичная ситуация, которая склалась в Украине. Что-то же это непосредственно выбору комиссии, то ответные заявы подали 20 претендентов. 14 от политических партий и громадских организаций, 6 от инициативных групп громадян. От прасовных коллективов, которые также могли вылучать своих кандидатов, на включение в состав областной комиссии, на этот раз заяв не поступило. 20 человек – это примерно обычная цифра, которая у нас всегда по всем выборам около 20, чуть больше, иногда чуть меньше. То есть это активность, которая сравнима с предыдущими выборами. Почему трудовые коллективы не подавали своих представителей, я думаю, это связано с эпидемиологической ситуацией. Собрание трудовых коллективов – это всегда определенный риск. Поэтому в этих ситуациях трудовые коллективы, я думаю, поэтому не собирались. Открытое голосование проходило по особку по кожным с претендентов на включение в состав областной комиссии. У вынику обраны 13 человек. Максимальная колькость, с которой может складаться комиссия. Четыре представляют политические партии, шесть – громадские объединения. И еще три члены комиссии были вылучены инициативными группами громадян. Наибольшим количеством голосов «За» избраны. Чумахов Дмитрий Алексеевич, Чанаштан Владимир Степанович, Сесаренко Алла Леонидовна, Старостенко Дмитрий Николаевич, Середкин Кирилл Александрович, Роев Николай Николаевич, Неверов Алексей Николаевич, Лукьяненко Тамара Демьяновна, Липовская Юлия Викторовна, Куральенко Александр Васильевич, Зубес Василий Николаевич, Жукевич Михаил Григорьевич и Ермак Сергей Владимирович. Завтра отбудется первое организационное посаджение областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь. На парадку дня – выборы старшини, его наместника и секретара. Олексин Сюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. У Беларуси для лечения людей с COVID-19 распрацована трехступенчатая система – больница, санаторий и домашние амбулаторные назирания. Одна из установ, что принимает Жахару Гомельщины на реабилитацию после захворывания – областная детячая клиническая больница медицинской реабилитации. Протягтаем мы в наступном материале. Людмила Торцева 15 годов займается медицинской реабилитацией детей с непростыми диагнозами. Переключиться на борьбу с наступствами коронавируса треба было оперативно, але все отрималось. Психологи, специалисты ЛФК, физиотерапевты робят все махчимое, как обвернуть пациентам ранейшую якость життя. Кроме того, что нужно вылечить болезнь, нужно еще восстановить нарушенные функции. А у таких пациентов страдает и сердечно-сосудистая система, и дыхательная система. И вот те мероприятия, которые предлагаем мы, они и направлены на восстановление и функций дыхания, и функций сердечно-сосудистой системы, и психоэмоциональное состояние. И еще нужно учитывать, что у этих пациентов ряд хронических заболеваний, которые также нуждаются и в коррекции, и в поддержке как медикаментозной, так и физиотерапевтической. Гомельская областная детячая клиничная больница медицинской реабилитации с 30-х окрасовика примает людей, которые перонесли COVID-19. За этот час реабилитацию прошли 96 человек. Усягод тут организовано 160 койкомесцев. Зараз занято меньше за 50. Умовы больше подобные на санаторы, чем на больницу. Набравшись сил, пациенты текаются про культурную программу, а за мест ЕАЕ серьезный набор процедур. У каждого денег каля пяти. Плюс оздоровленные прогулки по хвойным лесу и гуторки. А это кабинет галотерапедия. Штучно створенный микроклимат солевых пячор обновляет дыхательную систему. Сергей Тагаю тут уже больше за два тыдни. Поляпшение отчел давно. После больнички это здесь просто рай. Здесь обслуживание очень хорошее. Здесь питание очень тоже хорошее. Медперсонал очень уважаемый. Они как с нами, с маленькими меддетьми общаются. Просто слов нет. Гомельчанин Александр Зубров каже, что еще в початку красавика был с оправдым ковид-диссидентом. Смеялся над масками и антисептиками. А сам вирус лечил лезь невыдумкой. 12 дн. реанимации перевернули его житё. Каже, медики литерально вытягнули его с того света. Работу легких придется одновлять не один месяц. Сейчас я чувствую себя довольно хорошо. Больше месяца нельзя было выходить из палаты, даже в коридор. Поэтому ощущали себя как в заключении. А здесь на природе, когда можно выйти, подышать воздухом, пообщаться с довольно большим количеством людей, ну, как говорится, жизнь возвращается. 34-х годовый Андрей Ахраменко працевал в Москве. Коли отчулся бедренна, температура, отсутность нюху и отчувание смаку, кашель. Попросил знакомых терминово отправить его до дому. Як доехал до Каленковича у непамятая, одразу отправился в больницу. Первый тест был от Моуны. Только после другого доследование стало сразумело, что это не просто запаление легких. Вирус присутствует в организме, и меня через полчаса уже везут в Гомель. С температурой 37,4, уже чувствовал себя нормально. И с каждым днем уже шел на поправку. После болезни человеку надо забота, внимание хотя бы. Вот. Ну и процедуры дают о себе знать. Еще через месяц, грубо говоря, можно приступать уже к работе, к труду. Ганна Коральчук, Телерадо, компания «Гомель». Пандемия унесла коррективы у селетнюю оздоровленчую кампанию. Стационарные лагеры начнут принимать школьников только с середины червеня. У сего в Гомельской области их будет 10. Республиканский центр по оздоровлению санаторно-курортным лечения спачатку обмежавау отправление беларусов у санаторий. А с 1 мая у Вогулі припынил такую работу. Гэта тычыцца як дорослых, так и дятей. Але худка летняя каникулы. И пытання, дзе будуть знаходяться школьники, калі бацькі працуюць, усе ровно актуальныя. Тому было принято решение захавать працу лагерав, але с пэлными асаблівастями. Те, дзе продугледжено круглосуточное знаходжене дятей, адкрыюцца 15 червеня. Прышкольные с 1-го. Попыт на их зараз вывышается, наставники опытываюць бацьку, ті плануюць яны отправляць туды дятей подчас каникулам. Первостепенная задача, которую ставим перед оздоровительными лагерями, это обеспечить безопасное пребывання дятей. Как і в прошлі годы, особое внимание уделяється садинентарно-эпидеміологічному состоянию, пожарной безопасности, соблюдению правопорядка на территоріях учреждений. Ну а в этом году дополнительный будет уклон еще сделан и на личную гигиену, и принятие мер по предотвращению распространения всем известной инфекции. Почас леташней летней оздоровленшей кампании у лагерах, стационарных и пришкольных отпочивали больше, как 47 тысяч школьников з Гомельской области. Такую ж колькость готовы принять и селита. Кольки у вынику отримаются, уличывающие несприяльную эпидемиологичную ситуацию, покажет час. Проверка ведов виртуальна. Завтрашнего дня можно пройти третий этап репетиционного тестирования в онлайн-режиме. Попередняя регистрация не потребна. За пандемией этот этап спочатку переносили на позднейшие термины, а затем перевели в онлайн. Скористаться такой послугой можно в любой зручный час. Необходно только зарегистрироваться в особистом кабинете на сайте Республиканского института контроля ведов. Затым выбрать предметы, которые нужно сдать на репетиционном тестировании, и оплатить их прозьеры. Нагадаем, зараз у Беларуси протягивается регистрация на централизованное тестирование. Великую частку Денью так само треба здесь снять онлайн. Однако пропуск у пункт проведения экзаменов придется забирать особистам. Само цитая перенесенная наибольш поздний термин, и оно начнется с 25 мая. Супрацовники Гомельского областного управления МНС дали старт новому проекту. Дети ведают. Его ожитивляют в рамках республиканской акции «Не покидайте детей одних». Выратовальники подрихтовали серию гумористичных вида об тем, как поводят себе дома дети, ва чима батьков. Веселые ролики закликаны не только узнать настрой, а и нагадать о правилах створения безопасного сяродя для неполнолетних. Выкладывать сюжеты будут на сайте МНС и официальных группах в социальных сетках. Полный сборник выйдет 1 червеня, в Международный день обороны детей. Об гульнях и цацках былых же хоров Гомельской земли можно доведаться на археологичной выставе у Палаца Румянцев и Паскевича. Экспонаты охопливают период от Средневечия до початку 20-го стагодзя. Они были знайдены за опошние 30-х годов на территории Гомеля, так само Лоевского и Добрушского районов. Сред них ковалочек твару, глиняные ляльки, еврейская гульня дрейдл, фигурка гнома, шашка, кубик и свистульки. Самый старожитный экспонат выставы – фишка конца 10-го стагодзя. Это инвентар старожитной настольной гульни «Млын». И она возникла у Скандинавии, потом распаусюдилась на территории славян. Фишка была знайдена при раскопках у Мохаве Лоевского района. Она, конечно, такая немножко грубая, сделана просто из кусочка горшка, стенки горшка. Ну, наверное, кто-то, может быть, дети, возможно, играли в такую игру. Потому что, например, богатый человек бы заказал себе у мастера вырезанные из дерева доску, сами фишки, раскрашенные в разные цвета. Сохранились какие-то на древних памятниках на других территориях какие-то остатки досок, на камнях доски тоже были изображены. На жаль зновиденных экспонатов не так шмат. До нашего часу заховалися только предметы с глины, каменю и металлу. Цацки с древа и тканины худко руйнуются у глибе. Больше подробязно доведаться про то, и как бавили вольный час наши протки, можно у центральной часы палаца на выставе «Настерожитная история Гомельщины». Весна не спешается. Редкие теплые дни изменяются холодными и дождливыми. Сегодня у ночи по области будет усягод до 6 градусов тепла. Завтра у день до 13. Максимум дождь и на вольнице. У ночи чекаются заморозки на глибе до минус 2. У Сираду крыху потеплее. Температура узнимется до плюс 15. Але будет зьмуть порывистый ветер. Синоптыки прогнозуют невеликий дождь. На пару градусов холодней и больше ветра на будзе учать вер. А пошний будний день тыдня обьяцает быть тихим и относно теплым. До 15 выше за нуль и без опадков. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. Это в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Гомельчанка за решение комиссии по установлению инвалидности пыталась отблагодарить с врачей деньгами, но попала под статью Уголовного кодекса. В феврале в милицию позвонил представитель Гомельской областной медико-реабилитационной комиссии с сообщением, что незнакомая женщина за честно проделанную работу настойчиво пыталась вручить членам комиссии конверт с неизвестным содержимым. Прибыв в учреждение, оперативники установили, что женщина, зайдя в кабинет, где заседала комиссия, стала благодарить сотрудников за то, что по итогам освидетельствования ее матери была присвоена группа инвалидности. Незнакомка пыталась передать врачам конверт, но те отказывались его принимать. Тогда, решив, что причиной отказа является установленная камера видеонаблюдения, женщина отошла в сторону и оставила конверт в шкафу. При осмотре милиционеры нашли в конверте деньги. В настоящее время действием женщины дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело. 9 мая нетрезвый житель Жлобина угнал автомобиль своего знакомого и доехал на нем до Минска, где был задержан сотрудниками ГАИ. Автомобиль петлял из стороны в сторону, создавая угрозу безопасности движения, чем и привлек внимание столичных автоинспекторов. За рулем оказался пьяный 41-летний житель Жлобина. Рядом находился его приятель. Выяснилось, что транспортное средство было угнано после того, как хозяин отказался одолжить авто своему приятелю. Тот дождался окончания совместного застолья и, увидев, что владелец уснул, угнал машину. Через несколько часов хозяин обнаружил пропажу и сообщил об этом милицию. К тому времени автомобиль был уже остановлен в Минске. Действиями угонщика дали правовую оценку, возбудили уголовное дело. Непропуск пешехода на Зебре стал причиной ДТП в Гомеле. В минувшую пятницу примерно в половине седьмого вечера 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Киа, двигалась по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Жукова в направлении улицы Мележа. Девушка-пешеход пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенными дорожными знаками и разметкой. С травмами она была госпитализирована в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы. Предположительно, из-за несоблюдения противопожарных требований при проведении огневых работ житель деревни Птичь Петриковского района лишился и автомобиля, и гаража. Звонки в дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям стали поступать в субботу около 14.00. Местные жители сообщали о пожаре в гараже по улице Комсомольская. В результате пожара огнем уничтожен легковой автомобиль Volkswagen Jetta, гараж и имущество внутри гаража. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия нарушения противопожарных требований при проведении огневых работ. Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Титул остался в Гомеле. Развязка сезона в белорусском женском гандболе вполне соответствовала его ходу. Не получилось яркой. Гомель и БНТУ БелАЗ сыграли максимум поединков, отведенных регламентом. Вести Гомель к четвертому золоту национального чемпионата выпало на долю Александра Маджарова. Главный тренер Томаш Чаттер концовку сезона пропустил, так как сейчас проходит лечение. Его помощник с задачей справился. Решить судьбу чемпионства гомельчанки могли еще в минувший четверг, когда играли против БНТУ в Минске. Поражение на последних секундах стало ударом и для команды, и для тренера. Мы чуть-чуть упали в яму, надо было как-то подниматься. Лично я два дня пребывала чуть-чуть в пессимизме, скажем так, в негативе. Но нашли где-то силы, где-то тренер, где-то команда друг за дружку. И вот уже сегодня вышли настроены только на бой, на позитив, на чемпионство. В Минске мы получили такой тяжелый удар, прежде всего психологически, что очень был хороший настрой, но где-то что-то пошло не так, как говорится. Но мы собрались, поговорили, обсудили, где-то поработали там две тренировки и исправили эти ошибки. Ну и эмоциональный настрой был дома выиграть среди своих болельщиков и получить все золотые медали. Работа над ошибками была проведена на отличное. Это стало видно с первых минут поединка в Гомеле. Слаженная надежная защита и результативные действия в атаке вынудили соперника растеряться. Рывок 7-0 обеспечил к середине первого тайма хозяйкам площадки комфортное преимущество, которое они удержали до перерыва. За счет холодной головы, дисциплины и концентрации, ну, как тренер сказал, так и играли от защиты, спокойного нападения. Получится убежать – убегаем. Не получится – переходим по тактике, играем, наши комбинации. Ну и все, ну, стараемся держать мяч, не терять. Если есть ситуация – бросаем, забиваем и возраст защиту. Перерыв характер игры не изменил. Подопечные Александра Маджарова продолжили контролировать ход поединка. Преимущество за 12 минут до финальной сирены достигло 10 голов. Казалось бы, злото в кармане у Гомеля. Хозяйки площадки, видимо, так и посчитали. И сбавили темп. Политех эту расслабленность почувствовал. Буквально за 8 минут минчанки сократили отставание до трех голов. Потеряли ритм игры, из чего-то растеряли, потеряли уверенность. А бунту почувствовали уверенность и побежали. Мы получили легкие мячи с 6 метров. Если бы возврат был, все эти плюс 10 были бы сохранены. И снова дело дошло до нервной концовки. Гомельчанки выдержали. Не стали чемпионками страны. Для Гомеля это четвертый титул за последние пять сезонов. Много не забили. И поэтому получили свои ворота. Хорошо, что у нас был задел 10 мячей, что нам чуть-чуть хватило. Но впредь так играть, конечно, нельзя. У меня сегодня было спокойствие и была уверенность в моей команде, что мы доведем до чемпионства. Был сложный сезон. Мы работали вдвоем с Томожем. Он то приезжал, то опять. У него там плановое лечение. Поэтому немножко была такая неразбериха. Но в конце концов очень рад, что мы смогли все соединить это воедино и достичь этого результата, который от нас требовался. По итогам чемпионата в числе лучших игроков по амплуа четыре гомельчанки. Это левая окраиня Наталья Котина, правая полусредняя Екатерина Селицкая, линейная Ирина Мокот и галкипер Юлия Кунцевич. Мозырская Славия в девятом туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги потерпела поражение. На выезде Мозыряне уступили солигорскому шахтеру. На 30-й минуте счет открыл Виталий Лисакович. На 87-й он записал на свой счет еще и результативную передачу, ассистировав Сергею Балановичу. 2-0 победа Горняков. Славия в турнирной таблице на 12-м месте лидирует Борисовский Бате. В 10-м туре 22-го мая Славия ждет в гости Городею. В первой лиге состоялись матчи пятого тура. Светлогорский химик потерпел пятое поражение к ряду. В Пинске светлогорский коллектив уступил волне 2-4. В областном центре выясняли отношения Речицкий-Спутник и Гомель. Первый тайм оказался безголевым. Из важных событий это удаление за две желтые карточки Станислава Ижаковского из Спутника. Численный перевес Гомель использовал уже после перерыва. Юденков в счет открыл жесткий нудвой, лагом за сделал цифру на табло 3-0. И все это еще до истечения первого часа игрового времени. Точку в поединке на 72-й минуте поставил Иванов. 4-0 первая победа Гомеля в чемпионате. Конечно, хотелось бы реализовать тот потенциал, те преимущества, которые были в первом тайме. Почему? Потому что были достаточно хорошие взаимодействия, хорошие выходы на ударные позиции, на позиции передачи штрафную. Но, к сожалению, их не реализовывали, немножко спешили. Пытались контролировать мяч, пытались атаковать, пытались ладить инициативу. Чтобы игра была в наших руках и под нашим контролем. Конечно же, повлияло на такой результат, на всю игру, конечно же, удаление. Тут вопросов нет, конечно, все по делу. И первая, и вторая карточка осталась у Ижаковского. Для такой команды, как Гомель, конечно, это большой гандикап, большая фора. Но соперник, в принципе, нашим и воспользовался так преимуществом. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова